МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Ход работ по строительству будущего IT-кампуса мирового уровня Неймарк оценил Андрей Санасян. Лесные и охотничьи хозяйства Нижегородской области получили 34 новых внедорожника. Глеб Никитин одержал победу на выборах губернатора Нижегородской области. Подробности далее. Ударными темпами в регионе продолжается активное строительство будущего IT-кампуса мирового уровня Неймарк. Одна из главных площадок в районе улицы Большие овраги, около метра моста. Здесь из 18 корпусов строители уже возводят 12. До конца следующего года здесь появится целый IT-квартал. Параллельно идет и подготовка программ обучения для будущих высококвалифицированных специалистов отрасли. Ход работы оценил заместитель губернатора Андрей Санасян. Темпы строительства очень высокие. Вы видите, что на площадке большое количество строителей работает, темпы высокие. Те объекты, которые запланированы к сдаче в рамках первой очереди, уже активно строятся. И что касается графика работ, то да, все идет в соответствии с графиком. Сейчас наиболее приоритетными представляются три направления. Это микроэлектроника, кибербезопасность и искусственный интеллект. Впоследствии мы думаем о разработке систем автоматического проектирования и о программе в области телекоммуникации. Начальник Арзамасского межрайонного отдела Сергей Банаев осматривает новый автомобиль. Очередное пополнение и обновление парка. Внедорожник УАЗ «Патриот» уже в ближайшие дни заступит на дежурство. Сергей в профессии более 12 лет. Сейчас он начальник, но начинал с низов охотоведом. Признается, о таком переоснащении раньше можно было только мечтать. В нашем Арзамасском отделе парк обновился на 100%. То есть у нас самая старая машина сейчас на данный момент, машина 2020 года. В преддверии дня работников лесного и охотничьего хозяйств сотрудники подразделения по всему региону получили партию в 34 внедорожника. На вооружение поступили едва специальных штабных комплекса. Они позволят оперативно наладить связь в самых труднодоступных местах. Закупка таких мобильных центров в координации произошла по итогам пожароопасного сезона прошлого года. Тогда серьезный пожар охватил Воротынский район. Густые леса, заболоченная местность и отсутствие стабильной связи затрудняло борьбу со стихией. Крупный пожар все-таки удалось локализовать. Но теперь для оперативности действий будут задействовать именно такие передвижные центры. Один будет работать по северу, другой по югу региона. Масштабное перевооружение и обновление технических сил в профильном ведомстве проходило на протяжении последних лет. По лесопожарной тематике было закуплено более 500 единиц именно лесопожарной техники и оборудования все вместе. Это говорит о том, что мы создали такой мощный кулак, который с одной стороны позволяет тушить лесные пожары, с другой стороны, соответственно, обеспечивает очень качественное патрулирование, которое важно и при обнаружении лесных пожаров, и при выявлении законных робок. Мы выполнили задачу по служебным автомобилям. Сегодня задача решается по пожарной охране и приобретается уже пожарная техника. И вообще, конечно же, просто технически до неузнаваемости изменился весь комплекс нашего лесной охраны. По модернизации и оснащению подразделений, а также по лесовосстановлению. Нижегородская область в числе лидеров по стране. В большей мере заслуга этих людей. Хотя профессиональный штат, конечно, куда больше. В преддверии профессионального праздника по традиции и награды за особые достижения. Благодарственные письма получились выше 200 представителей отрасли. Служба информации Сергей Щеплягин, Алексей Калекин. Победитель Глеб Никитин. Комиссия по итогам выборов губернатора Нижегородской области прошла в региональной избирательной комиссии. Обл. избирком утвердил итоги выборов губернатора. По итогам трехдневного голосования участие в плебисците приняли 1 млн 401 600. Свой голос за Глеба Никитина отдали 1 млн 59 тысяч 13 человек. Теперь к конкретным цифрам. Итак, за фаворита губернаторской гонки свои голоса отдали более 1 млн 100 тысяч нижегородцев. Это 82,82%. Владислав Егорова, кандидат от КПРФ, поддержали более 135 тысяч проголосовавших или без малого 10% избирателей. Владислав Отмахов, ЛДПР, получил более 43 тысяч голосов. Александр Быков от партии пенсионеров получил поддержку более 27 тысяч избирателей, без малого 2%. Ну и Илья Померанцев от гражданской силы более 24 тысяч отметок за. Общая явка избирателей 56,01% или 1 млн 401 663 человека. В дистанционном электронном голосовании, так называемом ДЭК, поучаствовали 110 тысяч 684 избирателя. Это более 88% всех зарегистрированных в электронный список избирателей. Наиболее высокая явка, как, впрочем, и всегда оказалась в отдаленных округах Нижегородской области. Так, в абсолютный лидер выбился Дивеевский округ. Там избирательные участки посетили более 95% избирателей. Следом идет Починковский округ почти 93%, в Лукоянове без малого 88%. В Тоншаеве почти 87,5%, без малого 86% в Большеболдинском округе. В Тонкино чуть более 85%. Явка избирателей на нынешней кампании составила 56,01%. То есть можем видеть, что беспрецедентно высокая явка, высокий интерес к выборам губернатора, высокий уровень доверия. Явка на ДЭК составила 88,17%. Тоже говорит о том, это высокая цифра, что интерес к ДЭКу в нашей области стабильно высокий. Не надо останавливаться на достигнутом. У нас непростая ситуация в стране, и в Нижегородской губернии есть о чем подумать. Нам надо всем сосредоточиться на демографии, у кого еще есть силы. Я себя из этого списка пока не вычеркиваю. Ну и дальше быть чемпионами во всем. Мы потенциально к этому готовы. Я хочу сказать огромное спасибо всем нижегородцам, кто пришли на избирательные участки, либо проголосовали электронно и определили будущее Нижегородской области. Ну честно могу сказать, для меня, конечно, тот результат выборов, это прежде всего доверие большое той работе, которая проводится губернатором, командой губернатора по развитию Нижегородской области. Парк Победы сегодня стал точкой притяжения для всех тех, кто интересуется военной техникой, оружием и системами безопасности. За моей спиной проходит масштабная выставка Росгвардии, на которой представлены самые передовые технологии. Под звуки военного оркестра торжественно началась выставка вооружений военной техники Росгвардии в Нижегородском музее Парк Победы. Открыл мероприятие командующий Приволжским округом генерал-лейтенант Сергей Поросяник. Командующий за проявление мужества и отваги перед Отечеством вручил государственные награды военнослужащим, в том числе участникам специально военной операции. Сегодня выносившие сотрудники Приволжского округа Росгвардии с честью и достоинством выполняют все-таки задачи в ходе специальной военной операции. Восхищают интересы нашей родины, поддерживают институционный порядок, проявляя мужество и отвагу. Специальная военная операция – это сложнейшая, и ответственная задача, которая требует высокого уровня подготовки, профессионализма, преданности долгу. И мы, нижегородцы, горды, что военнослужащие, сотрудники Росгвардии на столь высоком уровне защищают интересы страны жизни наших россиян. Российская, в том числе и нижегородская промышленность, продолжает выпуск современных образцов вооружения для того, чтобы наши воины с честью и эффективно выполняли свой долг. Экспозиция, которая развернулась в Нижегородском музее, представила новейшие образцы техники, разработанные с учетом опыта выполнения служебно-боевых задач. Гостям музея под открытым небом представили также технику, которая уже стоит на вооружении подразделений Росгвардии, находящейся в зоне специальной военной операции. Это продукции военно-промышленной компании, концерна «Калашников» и других предприятий оборонного комплекса. На выставке продемонстрированы вооружения, военная специальная техника. Представлены не только традиционные, проверенные временем образцы, но и новейшие экземпляры. В большинстве своем это разработки предприятий промышленности Привозского федерального оборудования. Бронетранспортеры, винтовки, пистолеты и дроны – все выполнено по современным и высококачественным технологиям. В сегодняшнем мероприятии эта выставка говорит о том, что народная примета говорит – хорошая работа делается хорошим инструментом. И мы, неудовцы, стараемся и будем стараться делать технику, которая позволит вам беречь личный состав, беречь верных сынов России, чтобы вы вернулись домой живыми и здоровыми. Выставка вооружения и военной техники Росгвардии прошла в честь десятилетия науки и технологий. Событие стало традиционным и с каждым годом становится масштабнее. Служба информации Светлана Тужилкина, Алексей Завылов.